Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радио-шоу-подкасте. Привет, дорогие друзья! Интервью-подкаст «Русской кибернетики» продолжает свои еженедельные встречи с русскоязычными музыкальными талантами. Наш сегодняшний гость впервые появился в эфире русской кибернетики больше 10 лет назад, в январе 2010-го. И, наконец-то, нам удалось заполучить его для подробного разговора и, разумеется, гостевого часа в нашем эфире. Друзья, мы не забываем про наших старых коллег, и сегодня приветствуем Михаила Бессмертного из проекта Deep Active Sound. Его работы начали звучать в русской кибернетике и пятничном течении еще во времена радио Е1 в 2010-м году. И эта добрая традиция не прерывалась, но сейчас, в 20-м, мы, наконец-то, приветствуем Михаила с полноценным гостевым часом, чтобы погрузиться в его звук и узнать, что произошло за это время. Привет, Миша! Привет! Миш, не можем не спросить о концепции названия твоего проекта Deep Active Sound. Ты знаешь, это похоже на такой общий запрос для поиска готовой музыки в каком-нибудь стоке или в гугле по такому запросу. Может быть, непросто найти именно тебя. Ты подстраивался под кого-то, либо у тебя был какой-то план, или у тебя есть параллельный проект, где ты себя более ярко заявляешь? Небольшая история из прошлого. 2009 год, когда я только начинал свою деятельность, естественно, встал вопрос, как себя назвать. И на тот момент хотелось из ряда названия отражать суть. В принципе, я особо и не заморачивался. Собственно, Deep Active Sound. Что еще нужно? Да, на тот момент я уже определился с направлением музыкальным. Это был Deep House. И хотелось как-то отражать, собственно, свою музыку в названии. Ну, слушай, прошло 11 лет. Все придумывают что-то нереальное, чтобы тебя вынесло в первые строчки поисковых систем Инстаграма, ТикТока и Гугла. Есть какие-то мысли по ребрендингу, чтобы ближе быть к своей аудитории? Конечно, есть, и ребрендинг уже, в принципе, запущен. Просто еще пока не обнародован, готовится материал. Так, а ты будешь в этом материале учитывать последние тенденции в области музыкостроения? Побольше трэпа, рэпа? Нет, скорее всего, это будет, ну, что-то похожее на текущий проект. Просто, может быть, во-первых, это будет уже с работой над прошлыми ошибками. Это будет более качественный уже звук. И, может быть, ну, немножечко другое звучание. Но в целом, как бы, это планируется хаос музыка. Тем не менее, Spotify сообщает, что твой релиз далекого 2013 года, Departure, за эти 7 лет прослушало 4 155 412 раз, и уже два из них мои. Это случайное везение или есть какая-то история, что его так активно в споте продвинули? Честно говоря, я сам был удивлен, даже, может, немного и шокирован, поскольку Spotify, как ты знаешь, у нас в России заработал совсем недавно. И первое, что я сделал, я зарегистрировался там и начал, ну, просто искать свою же музыку. И, честно говоря, я удивлен, как минимум. То есть это кто-то издал? Потому что артисты, они, в общем-то, не ждали прихода в Россию и давно публиковались в споте через других издателей. Да, это были лейблы, которые на всех площадках публиковали релизы. И, честно, по отчетам я, ну, не видел просто таких прослушиваний. Ну, я когда увидел, я думал, ну, это что, какая-то накрутка или, не знаю. Ну, в общем, это была, да, приятная новость. Приятная новость в кармане не звенит. И коллеги подсказывают, что 1 миллион прослушиваний – это примерно около 1000 евро. То есть мы перекладываем и начинаем считать денежки, как мы любим, и это 4000 евро. В принципе, это не так уж и много, если переложить на 7 лет. Но кто-то на тебе заработал. Возможно, возможно, да. Ну, ты знаешь, лейбл, на котором был выпущен трек, это тип класс рекордс, он не отчислял какие-то роялти. В принципе, возможно, там, учитывая процентные сборы всяческие, то вполне вероятно, что сумма, которую я получал, она, ну, честная. Где в основном в онлайне зарабатывают музыкальные продюсеры? Потому что даже если я буду слушать тебя круглосуточно, выплачивая 169 рублей в месяц, то это вообще не факт, что это попадет тебе полностью. Ну, конечно. Ты знаешь, сейчас развивается очень много разных направлений, и каждый из продюсеров пытается заработать любыми способами. Начинают прослушивание, там, просто заканчивая гост-продакшеном. Например, у меня есть тоже такая ветка, как гост-продакшен. Есть ресурсы, которые позволяют это делать, поэтому возможности есть. Просто нужно, если ты этим занимаешься, и есть цель не просто делать музыку для души, а еще немножко подзаработать, то, в принципе, общаясь с коллегами, начинаешь узнавать какие-то возможности. Очень-очень-очень расплывчато. Наверняка где-то что-то у тебя есть. Такое источник, о котором и не стоит говорить, потому что грибник грибнику никогда не сдаст ту самую поляну. Нет, почему? Если нужна конкретика, я могу назвать. Это сервис House of Tracks, это Producer Box, Ableton Templates.com. Как минимум три, на которых можно вработать. В прошлом году у тебя состоялся совместный с Ириной Энш релиз в Германии на легендарном Plastic City Suburbia. И как тебе удалось договориться с достаточно придирчивыми немцами? Надо ли было как-то подстраиваться под их вкусы? Во-первых, скажу, что договаривалась Ира. Целиком и полностью все общение происходило между ей и арт, ну или кто-то менеджером лейбла. До этого у Иры был релиз на Plastic City. И, возможно, просто хорошие отношения. Ну то есть они не просили тебя, все хорошо, только уберите вот этот шум берез, пожалуйста, с заднего плана. Нет, знаешь, какие-то были доработки. Были все-таки по премастерингу. Что-то там мне приходилось убирать, доделывать. Ну технические моменты, да? Ну да, в основном, да, технические. Ну прекрасно. И совершенно недавно Вадим Жуков рассказывал, что издание на крутом лейбле, будь то Plastic City или Adjuno, вообще ни о чем не говорит. А вот с другой стороны, наши предыдущие гости из Казани рассказывали, что после того, как они издались на Zero Free, им лично написал Марк Найт из Tool Room и пригласил их себе в сборник. У тебя были какие-то приятные последствия для карьеры после издания на Plastic City? Какие-то гастроли, запросы от других лейблов? Вообще, насколько это важно? На мейджор лейбле издаваться это очень важно. Во-первых, для тебя самого, само ощущение, что ты выпустился на крупном лейбле, это уже большой плюс. Это говорит о том, что ты, в принципе, двигаешься в правильном направлении. Что касается гастролей, ну, в принципе, чуда никакого не произошло. Я как жил так и остался, да, так и по-прежнему живу. Может быть, сейчас, просто как и все легендарное, Plastic City, может быть, немножко уже отодвинулся даже на задний план. Есть другие лейблы, которые молодые, скажем так, но они сейчас более популярные. Плюс ко всему, если издаться на Plastic City, то, возможно, была бы какая-то история положительная в дальнейшем. Но поскольку это был Plastic City, ну, подлейбл его, ну, в общем, чуда не произошло. Поэтому... Приходится... Продолжаем работать. Да, да, да. Снял с языка. И, друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-токшоу про микшер русской кибернетики. И у нас в гостях Михаил Бессмертный из проекта DeepEctiveSound. Уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни, а пока общаемся. У тебя был опыт работы в некоем социальном радио «Голос Майкопа», концепция которого, я поясню, создавать некую информационно-звуковую среду на улицах через динамики. Вроде хорошая идея озвучивать пространство, но вот с другой стороны, все урбанисты в один голос говорят о том, что это токсично и это аудиозагрязнение городской аудиосреды. Что случилось с тем проектом? Нужно ли это действительно все сейчас? И вообще какие у тебя эмоции по поводу того периода работы? Вообще интересно, что такая тема поднялась. Да, вообще проект довольно интересный, но он не новый все-таки. В других городах такой проект успешно реализован, а мы просто решили его повторить. В идеях неплохая. Прогуливаясь по улице, люди узнают о новостях, какую-то информацию, там какая-то реклама, новости, фоновая музыка играет. Но, как и у любого проекта, всегда есть минусы, всегда есть какая-то противоположная сторона. Ну, возникли такие, скажем, трудности и с администрацией города, поэтому пришлось пока временно закрыть этот проект. Ну, смотри, новости, они все в пушах, а музыка вся в ушах. Зачем? У меня такой рэпчик получился. Мне кажется, что вот это вот общее публичное радио, это как, не знаю, газовые горелки, что ли, газовое городское освещение. Типа лампово, но зачем? Во-первых, это бизнес. Да, эта идея была сработать, но не так, скажем так, агрессивно, да, то есть это была звуковая реклама, на которой, собственно, зарабатывал этот проект, но сама реклама, мы не могли атмосферировать рекламу круглосуточно, потому что, ну, это бы долго вообще бы не протянуло. Поэтому было решено как-то разнообразить и перенять опыт у коллег из других городов. И, в принципе, мы довольно много положительных отзывов получили об этом. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И для тебя вопрос пришел от казанского электронного дуэта Айди Рами и Флоа. Это Рамис Эдрисов и Айдар Габдрахманов. Вопрос звучит таким образом, такой футуристический. Чем в будущем может удивить электронная танцевальная музыка? А в каком будущем не уточняют. В ближайшем или В прекрасном далеком. Ты знаешь, учитывая развитие различных компаний по созданию софта и оборудования, я думаю, что все-таки будет развиваться в этом направлении. Сама музыка как такова может быть и не будет сильно меняться, а вот ее подача и ее, скажем так, звукоизвлечение, скорее всего, так. То есть, я не знаю, если, допустим, 10 лет назад мой сетап состоял из контроллера, ноутбука, звуковой карты, то в будущем, возможно, это будет просто какая-нибудь коробочка сенсорная или, не знаю, с голосовым управлением, ну что-нибудь такое. Интерфейс подключения ко всем чипам, которые нам всем внедрят в голову. Ждем нового звучания в твоем новом ребрендинговом проекте. И, чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был. Можно ли человеку изменить его вкусовое предпочтение музыкальное? О, это интересный вопрос. Обязательно подискутируем на эту тему. И в конце нашей беседы твои пожелания слушателям русской кибернетики. Ну, во-первых, продолжать слушать. Это радиошоу. Слушать хорошую музыку, узнавать о новых артистах, о стилях и быть всем здоровыми. Друзья, не изменяем своим вкусом и продолжаем его тренировать и улучшать. Буквально через пару минут микс от Михаила Бессмертного. Дипэктик Саунд. Спасибо, Миша. Спасибо тебе. Друзья, спасибо, что слушаете русскую кибернетику в подкастах ВК. Любым комментариям, предложениям и идеям мы будем рады в личных сообщениях сообщества по адресу vk.com слэш руссайбер. С вами были Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Услышимся вновь совсем скоро. До встречи ровно через неделю. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. в еженедельном радио-шоу в подкасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова